Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Коллегия иностранных дел разрабатывала инструкции, которые он должен был исполнять. Забегая вперед, отметим, что во время всей службы в Грузии Коваленский пытался проводить собственную, не всегда чистоплотную политику, и тем самым подрывал авторитет России. Образно говоря, он мутил воду и пытался получить при этом личные финансовые дивиденды. Наконец, 18 апреля 1799 года Павел I жалует утвердительную грамоту, в силу которой и на основании Георгийского трактата 1783 года Георгий XII, как законный наследник Ираклия II, утвержден царем Грузии, а его сын от первого брака, царевич Давид, наследником престола. Таким образом, между смертью Ираклия II и признанием России царя Грузии Георгия XII прошло более года. В это же время менялся и характер верховной власти в самой Франции. Угасал порыв революционного романтизма и появлялись первые признаки установления личной верховной власти. В ноябре 1799 года Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот и стал первым консулом страны, то есть сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Между ним и Павлом I начинались сначала тайны, а затем и официальные переговоры, которые привели к созданию некого союза против Англии. Инициатором переговоров выступил Наполеон. Он дал знать императору Павлу, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских плененных, оставшиеся после разгрома корпуса Корсакова осенью 1799 года. И при том он не требовал даже обмена пленными. Впрочем, пленных французов в России почти не было в то время. Уже это привело Павла в восхищение. Это был исключительно сильный ход Наполеона, ведь число русских пленных достигало 6000 человек. Павел стал доброжелателем Франции и Наполеон предложил ему заключить не только мир, но и военный союз против Англии. В поисках слабого звена Британской империи Наполеон определил Индию, как писал Тарло. После заключения мира с Россией Наполеон обдумывал пока в общих чертах комбинацию, основанную на походе французских войск под его покровительством в Южную Россию, где они соединились бы с русской армией и он повел бы обе армии через Среднюю Азию в Индию. Нужно сказать, что хотя Наполеон и не был помазанником Божьим, но безусловно обладал широким стратегическим мышлением. Он хорошо представлял себе возможности великого шелкового пути и был знаком с историографией походов Александра Македонского, Чингисхана, Тамерланы, Надиршаха. Именно маршрут похода на Диршаха в Индию стал для Наполеона предпочтительным и, ссылаясь именно на него, он вел переговоры с Павлом I. Понятно, что в процессе переговоров Наполеон постоянно подчеркивал необходимость возвращения острова Мальта к ордену. Между тем, чтобы угодить Павлу I, многие сановники стремились стать членами ордена давней мечты Павла I. Было объединение православия и римского католицизма. Воспользовавшись его потенциально-объединительной возможностью в свой родовой герб, поместил мальтийский крест с вензелем Павла I и, в кавычках, хорошо проявивший себя в лесте императору архиепископа армянской грекорианской церкви в России Иосиф Аргутинский-Долгоруков. Что было с трансформацией герба после убийства Павла I, это была совсем другая история. Павел I настолько увлекся грандиозной идеей Наполеона повторить поход на Дершахов в сказочную богатую Индию и овладеть самым крупным бриллиантом короны Британской империи, что стал обсуждать с ним различные варианты ее реализации. Для осуществления этого проекта требовались в числе прочего укрепления русского военного присутствия в Закавказье 27 ноября 1799 года. 17-й егерский полк под командованием генерал-майора Ивановича Петрова Лазарева вступил в Тифлис формально, то есть Дюгере это был первый русский военный контингент, пребывавший якобы для укрепления власти Георгия XII. На самом же деле, де-факто он должен был решать несколько другие задачи. Не прошло и месяца, как, осмотревшись в Тифлисе 22 декабря 1799 года, Лазарев пишет письмо своему непосредственному начальнику Кнорингу. В нем Лазарев так характеризует царя. Он весьма добрый, но слаб как раз сутком, так и в управлении. Все гениально. В общем, к пользе солдат приказывает. Но город, будучи управлением двумя армянами, Меликом и Тумановым, которые ничего не выполняют, а ему докладывают, что все выполнено, другими словами, варится армянская лапша на уши. А по словам Лазарева, с 13 декабря он уже сухарей нигде не видал. А таких, какие Кнорингу доставлены на пробу, совсем не имел. Таким образом, для успешной организации Бзакавказья надежного форпоса и индийского похода требовалось использовать серьезный инструмент российского влияния в регионе. Императорский двор России не был. Не без влияния велеречивого Иосифа Аргутинского, долгорукого, выбрал для этой цели наиболее, в кавычках, надежный инструмент. По ствол армянской грекорианской церкви, которая монополизировала всю тифлистскую торговлю. Как всегда, неожиданно, осенью 1799 года католикас Гукас занемок и, проболев довольно продолжительное время, скончился в ночь 28 декабря того же года. После этого число внешнеполитических проблем, которым был озабочен Павел I, увеличилось. В кратчайшие сроки ему необходимо было оптимальным для России образом одновременно решать по меньшей мере три стратегические проблемы. Принять участие в совместном с Францией военном походе в Индию. Понятно, что геостротетическое положение России позволило бы ей получить гораздо больше дивиденды от торговой товарами, традиционно входящими в царскую регалию, государственную монополию, нежели союзную Францию. Установить жесткий контроль над верховной властью Восточной Грузии. Третье добиться избрания очередным эчмиадзинским католикасом прямого ставленника Российской империи. И все вышесказанные необходимо было осуществить одновременно. Реализация первой проблемы началась в осенью 1799 года, когда Павел и Наполеон Ванапарт согласовали основные параметры совместного похода для изгнания англичан из Индии. Судя по цитируемым нами источникам, первоначальный проект похода был написан лично Наполеоном. Кроме того, он сформулировал запрос о возможностях России в организации снабжения экспедиционного корпуса противобольствием и фражем. По существу русско-французский континент собирался повторить маршрут похода на Дершаха. Первоначально предполагалось сосредоточить корпус в Тарицыне и Астрахани, а затем по Волге и Каспийскому морю на кораблях русского военно-морского флота добираться до Астравата. Отсюда после заключительного этапа подготовки корпус должен был выступить в поход, огибая пустыню Каракум и двигаться по маршруту Мешхет, Керат, Кадгар, Бухара и Хива к Дели. Понятно, что продвижение огромного континента через Афганистан к империи Великих Моголов было сопряжено с огромными затратами. Кроме того, воинственные племена туркменов, узбеков и Абдалиду ранние внушали Наполеоне некоторые опасения. Напротив, Павел I был настроен более оптимистически и надеялся, что русско-французский контингент легко разорит факторией ост-индийской компании англичан, а в дальнейшем, кто знает, может быть и голландцев. Мы надеемся, что любознательные читатели внимательно изучают проект русско-французской экспедиции в Индию и план похода в Индию в том виде, как он был договорен между Панапартом и Павлом I, который мы представляем в виде документов номер 8 и 9 соответственно. Предпочтение было отдано этим источникам, так как они точнее атрибуцированы по французским документам и опубликованы в историческом издании, проведенной нами в библиографии «Источник». По тексту идентичен документу 8 и отличается лишь переводом на русский язык некоторых объектов топономики. Позволим себе выразить надежду на то, что сюжет по условным названиям «Тропой у Натершаха» об этом неосуществленном проекте привлечет внимание романтиков эпистолярного жанра. В сценарии можно использовать и собственные ручные письма Павла I к атаману Донского войска, которые мы приводим идентичный источник. В эти пять писем генералу от кавалерии графу Василию Петровичу Орлову совершенно определенно указывают на то, что Павел I предполагал играть в индийском походе ведущую роль. В частности, он считал, что граф должен мимоходом завоевать Бухару и Хиву, сведения о которых в России знали по донесениям Флория Беневенни, частично опубликованных Поповым в 1853 году. Более полное изложение этих сведений, бывших безусловно доступным Павлу I, любознательный читатель найдет в нанесениях, приведенных в работе. Прежде чем читатель начнет знакомиться с письмами Павла I к атаману Донского казачьего войска, графу Орлову, напомню, в контекст хронологии. Письма писались в 1801 году. Пили совместной экспедиции Павла и Наполеона было о владении империей великих моголов, где верховная власть де Юре принадлежала императору, но контролировала территорию и всю территорию английская постиндийская компания. Таким образом, русские и французы собирались после покорения империи изгнать оттуда английские торговые фактории и тем самым подорвать экономику Великобритании. Нужно признать, что шансы на их успех были весьма значительны. Но после убийства Павла I позиции англичан настолько укрепились, что император Азим III в 1806 году уступил все свои права на землю английской постиндийской компании за единовременное пособие и пожизненную пенсию. Англичане не вмешивались в гражданские управления империей, ограничиваясь защитной факторией портов и торговых коммуникаций. Такого существования продолжалось полвека, и в 1857 году в стране вспыхнуло восстание, которое вошло в историю, как восстание сипаев. Поясним, что сипаями, то есть воинами-солдатами, назвали наемных солдат из местных жителей, вербовавшихся на службу в английскую армию на территории Индии с середины XVIII века в 1947 году. Восстание приобрело явно антианглийский характер, и последний император из династии Великих Моголов после многолетнего безбедного существования примкнул к сипае. Восстание было подавлено в 1857 году, последний Великий Могол был отстранен от власти и высланной страны. Таким образом, борьба против владычества англичан в Индии в то время была весьма актуальной темой. Поэтому совершенно не случайно в 1861 году Герцан и Огарев издают в Лондоне исторический сборник. В некоторых книгах, где приводят полные тексты вышеупомянутых писем Павла I к графу Орлову. Причины, пробудившие двух русских диссидентов и сдать их именно в Лондоне, требуют специального исследования. Письма императора Павла Катаману Донского войска генералу от Кавказ кавалерии Орлову I. Первый. Санкт-Петербург, января 12-го года 1801 года. Англичане приготавливаются сделать нападение флотом и войском на меня, и на союзников моих, шредов и датчан. Я готов их принять, но нужно их самих атаковать. И там, где удар, их может быть чувствительнее, и где меньше ожидают. От нас с хода до Индии от Оренбурга месяца три. Да, от вас туда месяц, итого четыре. Поручаю всю сию экспедицию вам и по вас. Соберитесь вы с Оном и выступите в поход к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или всеми пойдете с артиллерией прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус. И на заведения английские, по ней лежащие, войска того края, их такого же рода, как и ваша, так и имея артиллерию, вы имеете полный авантаж. Готовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги. Все богатство Индии будет нам наградовать за сию экспедицию. Соберите войско к задним станциям, и тогда, уведомив меня, ожидайте повеления идти к Оренбургу, куда пришед, опять ожидайте другого. Идти далее. Такого предприятия увенчает вас всех славой, заслуживает по мере заслуг мое особенное благоговение. Продолжение следует. Продолжение следует.